Новости на информационном канале Севастополя в студии Левтина Игнатьева. Здравствуйте! В этом выпуске вы узнаете. Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать все для России. Народная поддержка и новые задачи. В Большом Кремлевском дворце прошла церемония инаугурации президента России Владимира Путина. К празднику готовы. В Севастополе прошла генеральная репетиция Парада Победы. Крымский продукт другой, вкуснее. Он напитан солнцем, морем. Он вкусный. Гастрономический праздник. Больше 20 тысяч человек посетили фестиваль «Ода и да». А теперь об этих и других темах подробнее. В Москве состоялась торжественная церемония инаугурации президента России Владимира Путина. Во время прямой трансляции зрителям показали чуть больше, чем обычно. Коридоры, по которым президент ходит на работу. В этот раз на церемонии присутствовали почти 5 тысяч гостей. А в своей речи Владимир Путин обратился к каждому гражданину России. Одно из главных событий для страны Владимир Путин вступил в должность президента России. Под традицией церемония проходила в Большом Кремлевском дворце. Сюда Владимир Путин приехал прямо из своего рабочего кабинета в Кремле. На лимузине – кортеж российского производства. В зале собрались около 5 тысяч гостей. Члены правительства и Совета Федерации. Депутаты Государственной Думы. Судьи Конституционного суда. Главы регионов. Общественники. Представители научного и культурного сообщества. Спортсмены. Иностранные гости. После принятия присяги Владимир Путин обратился ко всем гражданам страны. Поблагодарил их за поддержку. Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать все для России. Для ее настоящего и будущего. Мирного и процветающего. Для сбережения и продолжения нашего великого народа. Для благополучия в каждой российской семье. 18 марта за Владимира Путина проголосовали почти 77% избирателей. В Севастопольце впервые выбирали президента России. И в нашем городе Владимира Путина поддержали более 90% проголосовавших. На церемонии и инаугурации глава государства говорил о важнейших задачах на ближайшее время. Прорыве в науке и технологиях. Развитие регионов. Повышение качества образования и здравоохранения. Поддержки семей. Защите прав и свобод граждан. Но сейчас мы должны использовать все имеющиеся у нас возможности, прежде всего для решения внутренних, самых насущных задач развития. Для экономического, технологического прорыва, для повышения конкурентоспособности в тех сферах, которые определяют будущее. Новое качество жизни, благополучие, безопасность, здоровье человека. Вот, что сегодня главное. Вот, что в центре нашей политики. В Большом Кремлевском дворце присутствовал и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Вот, что он сказал по окончанию церемонии. Севастополь в команде президента. Севастопольцы однозначно заявили о поддержке лидера нашей страны и его курса, по которому мы продолжим работать предстоящие шесть лет. Сегодня президент обозначил ключевые приоритеты развития государства. Новое качество жизни, здоровье и безопасность каждого человека, возможность самореализации. Он подчеркнул, что история не прощает расслабленности и самоуспокоения, призвал объединить усилия всех людей, услышать их идеи и мнения для обеспечения динамического развития России, также достижения прорывов во всех сферах. Безусловно, мы все, работники органов власти, предприятия и организации, общественники, должны следовать словам главы государства. После инаугурации состоялось представление президенту России и верховному главнокомандующему вооруженными силами Владимиру Путину президентского полка. В этом году исполняется 82 года со дня образования полка. Также Владимир Путин успел пообщаться с представителями молодежных объединений и волонтерских организаций. Марина Кравцова, информационный канал Севастополя. Перейдем к другим темам. Чуть больше суток остается до главного праздника страны – Дня Победы. 9 мая 2018 года в честь 73-й годовщины Победы военные парады пройдут в 28 городах России. В столице в торжественном мероприятии примут участие более 13 тысяч военнослужащих. 159 единиц техники и 75 самолетов и вертолетов. Для Севастополя 9 мая – двойной праздник. В этом году город-герой отмечает 74-ю годовщину освобождения и также готовится провести парад Победы. В понедельник в Севастополе прошла генеральная репетиция торжественного мероприятия. Подробности далее. 10.30 утра. Самая главная репетиция парада Победы началась. Командовать парадом в этом году будет замкомандира армейского корпуса Чевноморского флота полковник Михаил Уголев. Под господственным флаг Российской Федерации. Знамя Победы. Флаг Министерства обороны Российской Федерации. Сверху! Для встречи с Ленома. На крат! Все как 9 мая. Знаменная группа проходит по улице Ленина с государственным флагом Российской Федерации и знаменем Победы. Александр, священная война несет вашей майор Дмитрий Обогревов. Принимать парад Победы будет командующий Чевноморским флотом Александр Витко. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Поздравляем вас с 73-й годом. Победы в Великой Отечественной войне. Здравствуйте, товарищи! В этом году в шествии будут задействованы почти на 200 человек больше, чем в прошлом. 1450 военнослужащих. Парадные расчеты курсантов Чевноморского высшего военно-морского училища, Главное управление МЧС по Севастополю, Сводный батальон 30-й дивизии надводных кораблей Крымской военно-морской базы, 810-й отдельной бригады морской пехоты, 127-й отдельной бригады разведки и другие соединения. Торжественное мероприятие, очередная возможность продемонстрировать силу и мощь российской армии. Бронетранспортеры, машины «Тайфун», боевые машины реактивной системы залпового огня «Град-М». Всего около 30 единиц военной техники, стоящей на вооружении береговых войск Черноморского флота, будет задействована на Параде Победы. По традиции, каждый год организаторы вносят мероприятия изменения. Новинки ждут зрителей и на этот раз. Впервые по городу Севастополю пройдет установка С-400 и танки Т-72, Б-3. Основной боевой танк Т-72 – самый массовый и один из лучших в мире. Это усовершенствованная версия танка, который на протяжении многих лет производился еще в Советском Союзе и поставлялся в различные страны. А зенитно-ракетный комплекс С-400 «Тайфун», который впервые проедет на Параде Победы в Севастополе, это основа зенитно-ракетных войск ВВС России. После прохода военной техники на центральной улице города появятся главные герои праздника – ветераны. За ними – бессмертный полк. Генеральная репетиция прошла на высоком уровне. Личный застав отработал на учебных занятиях все вопросы. Есть шероховатости, но все устранится и будет на 9 мая на самом высоком уровне. Как и всегда, 9 мая в Севастополе ожидается аншлаг. Уже в понедельник за ходом генеральной репетиции наблюдали несколько тысяч человек. 9 мая Севастополь примет Парад Победы. Трансляцию этого безусловно грандиозного события вы сможете увидеть на информационном канале Севастополя. Начало в 10 часов утра. Святослав Данилов, Андрей Вовк, информационный канал Севастополя. Единовременную выплату в 10 тысяч рублей получат ветераны Великой Отечественной войны. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Текст документа опубликовали на официальном портале правовой информации. С мая по июне единовременную выплату получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Владимир Путин поручил правительству обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией указа. Уточним, выплату приурочили к 73-й годовщине Великой Победы. 6 мая завершилась авторалли Нахимов. Победители наградили в Балаклаве на гастрономическом фестивале «О да и да». В четвертый раз Крым стал площадкой для гонки советских автомобилей. Но впервые ралли проходило на Кубок губернатора Севастополя. Елена Корноухова подробнее. 1300 километров по всему полуострову, по самым живописным дорогам. Севастополь, Южный берег Крыма, Евпатория, Белогорск, Коктебель, Мистер-Ханкут. Шесть дней в пути и конечная точка Балаклава. Около полусотни советских автомобилей. Волги, Победы, Чайки, Жигули и Москвичи. Участники из России, Украины, Франции, Бельгии и Белоруссии соревновались за Кубок губернатора Севастополя. После финиша подсчет очков, чтобы определить победителя. Лучше – это тот, кто набрал наименьшее количество штрафных очков. А штрафные очки в классическом ралли начисляются за несоответствие графику. То есть ты должен быть в идеальном случае в правильном месте в правильное время. Если ты опоздал или опередил, тебе начисляются штрафные очки по количеству секунд несоответствия с графиком. Ралли Нахимов уже четвертый год подряд привлекает туристов на полуостров. Автолюбители преодолевают сотни километров, чтобы принять участие в пробеге. Николай Ануфриев приехал из Москвы. Его чайки больше полувека. В эту машину вложил немало труда. Ремонтировал ее три года. Детали искал по всей стране, а на складах заводов-производителей. Была ржавая рама, которую нашли в Таганроге. Из этой рамы поснимали все ржавые детали кузова, мотор, выпустили все это на помойку и собрали новую машину. Там нет ни одной фейковой, так современное слово такое иностранное, неправдивой детали. Все детали выпущены заводом-изготовителем, все детали находятся на своих местах и все там работает. А вот ГАЗ-3111 Евгения Маркина не такой старый. Ему всего 17 лет. Тем не менее, организаторы разрешили участие в ралли из-за уникальности авто. Таких машин было выпущено чуть больше 400 штук. Это первый автомобиль, где использовали светодиодную технику. Здесь стоит подрамник или рюлевая рейка. Также планировалось ставить независимую подвеску, но из-за маленького выпуска оставили рессорную. У нас есть клуб ГАЗ-3111, мы все вместе большая семья. Мы стараемся помогать друг другу с запчастями, запчастей почти нет. В этом году впервые ралли Нахимов проходит на Кубок губернатора. Пресс вручали торжественно на фестивале «Отда-еда». Мероприятие такое массовое, оно является и привлечением туристов, и воспитанием подрастающего поколения, ну и прежде всего визитной карточкой любого города. В ралли Нахимов, как и в прошлом году, победил экипаж на «Волге». Штурман Борис Костырко из Москвы, водитель Кирилл Чапаев из Санкт-Петербурга. Елена Карнухова и Михаил Волобоев. Информационный канал Севастополя. Новый автомобиль главы государства Владимира Путина, на котором лидер страны прибыл на церемонию инаугурации, назвали «Сенат-лимузин». Об этом сообщил автор фильма о президентском кортеже Дмитрий Щугорев. Автомобиль полностью состоит из отечественных комплектующих. Его длина более 6 метров, ширина 2 метра. Мощность лимузина 598 лошадиных сил. Модель относится к семейству «Аурос». Все автомобили этой категории традиционно называют в честь башен Кремля. В продолжении темы. Любимый автомобиль забрал эвакуатор. Что делать в такой ситуации автогладельцу? Спецмашины севастопольского автодора круглосуточно курсируют по улицам города и эвакуируют транспортные средства. Причин для изъятия автомобиля у недобросовестного автолюбителя может быть несколько. Разбирался в проблеме Михаил Кумбров. Случалось ли у вас так, что оставили свой автомобиль не на парковке и вернулись, а его нет? Более тысячи севастопольских водителей только с начала этого года оказались в такой ситуации. За нарушение правил парковки автомобиль подлежит эвакуации. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает задержание транспортного средства и помещение его с помощью другого транспортного средства, эвакуатора, на специальную охраняемую стоянку до устранения факта нарушения правил дорожного движения. Самая распространенная причина – парковка под запрещающими дорожными знаками. Мы отправились в рейд по Севастополю, чтобы проследить, как работают сотрудники Севавтодора при эксплуатации эвакуатора. Автомобиль мы эвакуируем только лишь на основании протокола задержания ГИБДД. ГИБДД принимает решение о задержании автомобиля. И на основании акта приема и передачи этот автомобиль передают нам. Мы его, соответственно, эвакуируем и помещаем на спецстоянку. Состав экипажа небольшой – водитель и экспедитор, плюс сотрудник ГИБДД. Эвакуатор в сопровождении патрульной машины выходит на охоту. Первая точка – на улице Ленина. Здесь недобросовестные водители оставили свои автомобили на местах для инвалидов. Отличительных знаков, разрешающих парковку в этом месте, на этой машине нет. Начинается эвакуация. Они стали, нарушили правила ГИБДД, поэтому забираем и отвозим на штрафплощадку. Предварительно сотрудник полиции фотофиксирует автонарушение, составляется протокол. Экспедитор оклеивает все открывающиеся элементы автомобиля, фотографирует существующие повреждения кузова. Колеса закрепляют специальными зацепами и машину поднимают манипулятором. Но даже после установки автомобиля на эвакуатор, владелец еще может вернуть его на место. Главное – успеть до отъезда спецтранспорта. В нашем случае так и вышло. При наличии собственника или лица, который управляет транспортным средством, тоже автомобиль. Даже если он погрузил его на спецавтомобиль для эвакуации, если он не начал движение, то автомобиль возвращается владельцу. Хозяйке этой машины удается процедуру остановить. Однако штраф за нарушение правил парковки платить придется. В данном случае он составляет 5000 рублей. Я пролежала в больнице три месяца. Принесла инсульт и инфаркт. Честно оформляю страховку, влечь в больницу и оформить документы. Очень сумасшедше. Меня из больницы послали. Вот люди сказали, что эвакуируют. А мы продолжаем движение по улицам города. Следующая точка – улица Спуск Шестакова. Автолюбители, как бы не замечая запрещающих знаков, устроили здесь парковку. И снова протокол, фотофиксация, погрузка. Среди водителей бытует мнение, что при определенных условиях парковки эвакуация становится невозможной. Пользуя ловки, паркуя автомобиль, вплотную к бордюру или выкручивая колеса, это как-то помогает ему? Нет. Если стоит задача эвакуировать автомобиль, то ничего не помешает это сделать. Помехой могут стать низкорастущие ветки. Но специалисты выхода идут в любом случае. И вот автомобиль погружен и отправляется на штрафстоянку. В Севастополе она находится по адресу улица Мечникова, 72. Владелец транспортного средства должен взять на стоянке копию протокола, приехать с ним сюда, в ГИБДД, где инспектор выдаст ему постановление об административном правонарушении и даст разрешение на возврат автомобиля. Но следует помнить, что если дело дошло до спецстоянки, то обычным штрафом не отделаться. В конечном итоге автовладелец заплатит за. Перемещение транспортного средства 2085 рублей. Хранение транспортного средства для категории А 354 рубля в сутки, для категории Б и С 885 рублей в сутки. Плюс сам штраф за нарушение. Расценки приведены в статьях кодекса об административных правонарушениях. Оплатить необходимо в 60-дневный срок. В случае отсутствия или неявки автовладельца за своим транспортным средством, дело передается судебным приставом. После уплаты полной стоимости водитель беспрепятственно забирает автомобиль со спецстоянки. А всем автовладельцам желают соблюдать правила парковки. Михаил Кумбров, Сергей Котлеренко, информационный канал Севастополя. Памятный штамп новой маркой и конвертом отметили на почте годовщину освобождения Севастополя. Посвящены они герою СССР Василию Ревякину. Со дня его рождения в апреле прошло 100 лет. Новую почтовую атрибуту увидела Юлия Ефремова. Имя подпольщика Василия Ревякина в Севастополе знакомо каждому. Память о нем хранится не только в сердцах горожан. Его именем названы площадь, улица, школа. Теперь его портрет изображен и на почтовом конверте и марке. Мероприятие имеет ценность как историческую, так и для каких-то коллекционеров, еще для кого-то, кто собирает вот такие конверты, на которых есть спецгашение. Погашенные конверты с марками отправятся в Музей героической обороны Севастополя и станут подарками почетным гостям церемонии спецгашения. Новые конверты в почтовый оборот вошли сразу. Совсем скоро их будут продавать во всех городах страны. Тираж неограниченный. Только вот конвертов с печатью спецгашения будет мало. Ее можно было поставить только в первый день выпуска конверта. Этим штемпель и уникален. Обычно спецпечать уничтожают сразу после гашения марок. Этот прослужит целый день. Промаркированный штемпелем знак почтовой оплаты становится предметом коллекционирования. Вся продукция, которая проштемпеленная этим штемпелем, она становится раритетной, исторической. Она очень интересна для филателистов, для тех, кто увлекается этим. Ну и, в общем-то, для любого, наверное, жителя города Севастополя она будет интересна, потому что это история города Севастополя, это история нашей страны. Александр Дерибасов подписывает и запечатывает юбилейные конверты. Только внутри нет ни писем, ни открыток. И вскрывать его не будут. Конверт отправится в коллекции филателистов из разных городов страны. Пять, шесть конвертов я отправлю по России. Мне просто попросили еще товарищи наши отправить. Ну вот видите, вот этот, например, пойдет в Ульяновск. Тоже коллекционером? Да, да. Марка с изображением Ревякина выходит уже второй раз. Впервые это произошло в 1969 году. Племянница подпольщика Нина Ника до сих пор ее хранит в семейном архиве. Сбережет и этот конверт. Я не только себе возьму, я возьму на всех родственников своих в данный момент. Сегодняшнее событие для нас очень родственников ревякинцев, очень трогательное и очень впечатляющее. И мы очень рады, что не забывают героизм наших севастопольских подпольщиков. Новый конверт посвятили столетию со дня рождения героя Советского Союза Василия Ревякина и 75-летию победы в Великой Отечественной войне. А одними из первых увидели новую марку Юлия Ефремова и Михаил Волобуев. Информационный канал Севастополя. Песенную эстафету встречи поколений проведут в нашем городе накануне празднования 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие организовала региональная общественная организация Русской общины Севастополя при содействии правительства. В акции патриотического воспитания будут участвовать ученики из образовательных учреждений нашего города. Песенная эстафета стартует 8 мая в 11 часов в школе номер 39 по улице Очаковцев, 25. Как провести выходные весело, а главное вкусно. Поле 6 гектаров в Балаклаве, где проводят ЗБ-фест и фестиваль виноделия и урожая Вайнфест, вновь в центре внимания севастопольцев и гостей города. Здесь впервые провели гастрономический фестиваль «О да и да». На праздники только крымские продукты. Популяризация местных товаров и производителей – основная задача фестиваля. О самом интересном на фестивале расскажет Елена Карнаухова. Десятки фудкортов, гастрономический театр, детская кулинарная школа. Два дня – 5 и 6 мая – были посвящены крымской еде, отражающей историю и традиции полуострова. Черноморская барабулька и морепродукты, сладкие фрукты и сочные овощи, мясо на огне. Крымские повара за время фестиваля накормили больше 20 тысяч человек. Нам понравились мидии очень, сыр, вино на входе и шампанское тоже было отличное. На гастрономическом празднике собрались любители вкусного отдыха не только из Крыма. Здесь гости из Владивостока, Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Белоруссии, Украины и Франции. Но фестиваль не только для дегустации, это еще и поддержка начинающих фермеров и рестораторов. Крымские производители знакомятся своим продуктом. Мидии, Черноморский район, Дон Узлау, соответственно, наше, крымское, на 100% натуральное, нами выращенное. У нас мидии, у нас устрицы, которые выросли. Мы молодая компания, которая вышла на рынок в этом году. Занимаемся продажами две недели. На фестивале десятки поваров со всего полуострова. Керчь, Симферополь, Ялта, Севастополь. Они приехали в Балаклаву показать. В Крыму умеют вкусно готовить. Создание блюда – это процесс творческий. Без хорошего настроения тут не обойтись. Кулинары у плиты пританцовывают и зажигают публику. Огонь – это для того, чтобы не было дождя. А готовлю я тайскую кухню. Это лапша вог. Секрет приготовления в том, что мы жарим очень быстро. Из-за этого лапша, овощи и мясо, они не успевают потратить все свои качества, все витамины. То есть она как бы жареная, но внутри она сырая. Это аль денте называется. Мясо успевает прожариться. Мы об этом заботимся. Одно из самых посещаемых мест – огромный шатер посреди поля. Здесь разместился гастрономический театр. На сцене импровизированная кухня. Показывают свое мастерство и новые рецепты. Повара из Ялты продвигают блюда из непопулярных видов мяса. Готовили паштет из козы, а на десерт – крем-брюле из козьего молока. Все продукты из Крыма. Наш ресторан в целом пропагандирует использование крымских продуктов. Потому что гости едут к нам для того, чтобы это пробовать, для того, чтобы пробовать локальную кухню, а не привезенную там издалека. Крымский продукт другой, он вкуснее. Он напитан солнцем, морем, он вкусный. Изюминкой фестиваля стала кулинарная битва представителей СМИ. Две команды, два шеф-повара и шесть черных ящиков. И только после жеребьевки можно увидеть ингредиенты для будущих блюд. Овощи, яйца, масло и клубника. Одной команде достались морепродукты, другой – мясо птицы. Перед началом поединка соперники смогли договориться о замене продуктов. Сливки поменяли на клубнику. Итак, батл. За 40 минут необходимо создать кулинарные шедевры. Времени мало, а победить хочется. Главный редактор «Севастополь-ФМ» Наталья Григорьева венчиком работала как никогда быстро. Помимо десерта – основное блюдо. Эта команда готовит тёплый салат с курицей, а соперники – жареную барабульку. За командами наблюдают зрители. У многих уже разыгрался аппетит. Аромат манит ближе к кухне. В каждой команде по пять человек. Это представители печатных СМИ, радио и телевизионщики. Они не профессиональные повара, но с кастрюлями управлялись умело. Посмотрим, что получится. Надеюсь, будет вкусно. Ничего не отравится. Я рискнула попробовать кулинарные шедевры журналистов. Сегодня плоды и труда. Представители средств массовой информации. Не горячие новости и жаркие репортажи, а сочные блюда. Например, вот эта клубника с заварным кремом. Ну, очень сладко. А сейчас попробуем тёплый салат из курицы. Да, это шедеврально. Всё-таки талантливые люди, талантливые во всём. Но не хлебом единым. На фестивале хватало развлечений для взрослых и детей. Роспись «Хной», мастер-класс по рисованию открыток, выставка картин. Для самых активных – спортивные игры и конкурсы. А для любителей потанцевать – музыкальная сцена. Здесь можно было даже подстричься. Работал барбершоп. А затем красивым и обновлённым покорить высоту. На поле установили скалодром. Маёвщина в самом разгаре. Вся Россия празднует, шашлыкует на праздники, на природе. Мы предоставили такую эксклюзивную возможность для гостей полуострова, жителей Севастополя, хорошо провести выходные. Выходные выдались яркими. Гости гастрономического праздника ближе познакомились с крымскими производителями. А местные рестораторы показали – на полуострове кухня незабываемая и умелые мастера. А вместе со всеми вкусно поели и весело провели время. Елена Корнухова и Михаил Волобоев. Информационный канал Севастополя. Необычным мороженым угостили тигра в Барнауле. Сотрудники местного зоопарка слебили снеговика и украсили белую скульптуру кусочками мяса. Тигр поначалу воспринял такое мороженое настороженно. Животное недоверчиво обнюхало снеговика и смахнуло лапой голову фигуры. Подписи к публикации в социальной сети работники зоопарка спрашивают – май, ну ты чего? Отметим, весенний снег в Барнауле – не редкость. По словам местных жителей, не стоит прятать зимние вещи до июня. А в Севастополе в ближайшее время слепить снеговика не получится. 8 мая в городе переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 14 градусов тепла. Днем – 18-20 со знаком «плюс». Это были все новости к этому часу. Еще больше интересной информации смотрите на нашем сайте xtv.ru. Телефон редакции 54-51-12. В студии работала Левтина Игнатьева. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok